Мы сейчас проходим маршрут, который я любил делать вечерами в возрасте 20-19 лет. И вот композиция «Коробка» пропитана данной атмосферой. На мой взгляд, красота нашего района в том, что здесь очень большое количество зелени. Здесь проходили съемки видеоклипа «Время – ток». Напротив этого дома Антоха танцевал. И классно было, когда, в примере, я ехал на какое-нибудь выступление вечерком, я заходил на коробку, у меня была труба, тоже начинала играть, и район тоже оживал. Но по простоте душевной кто-то вызывал полицию. Полицию приезжали и говорили, так, дорогие и уважаемые, собираемся. И расходимся. Все, как бы, и наводим тишину. И так же было даже с клипом. У нас там история в том, что мы снимали несколько подходов. Пробные черновые, потом уже чистовики. И когда черновые были, значит, мы ходили. К нам пришли полицейские тоже, типа, там, так. Ну, и они потом включили, как бы, такую, знаешь, продюсерскую нотку. А вы что там, песни поете? Какие? А бас-то знаешь? Да нет, можно было еще сказать, там, типа, так, прикид подходит. Басочки нормальные. А ты проводил здесь прям часы-часы, да? Нет, здесь я вообще не проводил. Проводил я больше на лавочках. Я выходил вечерком, когда здесь уже не было света на этом футбольном поле. Мы просто сидели, общались, обсуждали там, что происходит, у кого какие дела. Смеялись, понимали, что все хорошо. Завтра настанет новый день. Лавочка по сей день стоит, как бы, вот здесь мы выседали с ребятами. В общем, целом, мы сомневались. Какие компании будут собирать? Сколько человек, примерно? Ну, да немного, там, по пять, по шесть, по семь. Девчонки, мальчишки. Чувствую энергетику. Вот. Я думаю, что, наверное, по сей день, как бы, молодое поколение сюда приходит и уединяется в компании своей. Я вчера переслушал песню «Коробка» из 2011 года. Коробка сильно изменилась за последние семь лет. Да нет, не изменилось сильно. Туда можно по сей день туда прийти и встретить там товарищей. Я всегда понимал, что парни, мы тусунься в подъезде. Это просто полный, вообще, провал, что мы делаем. И, как бы, я вам скажу так, что, как бы, я выходил на улицу и на коробку в большей степени просто, как бы, подышать свежим воздухом. Потому что ты все время сидишь дома и, выходя на улицу, ты понимаешь, что, все, я жил. Вот. А там все прилегающие составляющие, там, сбегать до магаза. Купить пиваса. Закупить пиваса. Сигареточек. Че, как. Это, как бы, вообще, как бы, так все второстепенно. Ты, вообще, производишь впечатление, ну, если не аскетичного человека, то довольно близко к этому. То есть, человеку, который живет таким по необходимым нуждам. Сколько денег нужно Антохи МС, чтобы он был абсолютно счастлив? Вообще, живя в Москве, хорошая потребность – проездной билет. Проездной билет стоит две тысячи рублей. Две шестьсот, если быть точным. Это, значит, безлимитный, на тридцать дней. Ну, конечно, продукты какие-то необходимо приобретать. Плюс еще, у тебя помещение сейчас появилось, нужно его оплачивать. Офис. Ну, я скажу, что офис, как бы, держится, наверное, в большей степени, как раз таки, на профессиональном, как бы, уровне за счет того, что, вот, там, какие-то приходят, как бы, средства за счет концерта. Концертной деятельности. Я просто себя больше отношу к какому-то такому человеку, приближенному к среднему уровню, потому что, на мой взгляд, когда у тебя, как бы, большая кипа средств, с ними, как бы, еще нужно еще и, как бы, грамотно расправиться, понимаете? То есть, как говорится, нет денег – нет проблем. Ну, короче, мало денежку заработать. Надо еще и, короче, покумекать четко. Вот так вот. Ребята, мы с Колей тоже мечтаем научиться жить по средствам, как Антоха МС, но у нас нифига не получается. Мало того, что мы сливаем тонны бабла на гостинице, перелеты, такси, кафе, так еще и частенько заглядываем на автопати. Тук-тук, проверяем звук, мы в супер-шоу, это хорошо, воу-воу. Эй, мама, оставься дивана, танцуй вместе с нами. Хватит плутаться у меня под ногами. Друзья, это Тинькофф Блэк. И это то, что спасает вписку от неминуемого банкротства. С помощью этой карты вы можете получить 1% на любые покупки, 30% на покупки партнеров банка и прекрасная фича 6% годовых на остаток на счете. Плюсуем сюда удобное мобильное приложение, оплата Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay и возможность снять кэш в любой точке мира. Это пипец как важно. А теперь внимание. Внизу под видео находится волшебная ссылка. Нажимаете на нее, переходите на сайт банка, регаете карту и барабанная дробь. Получаете возможность поучаствовать в нашем шоу. Как это работает? Мы с помощью рандома выбираем одного человека и вписываем его на съемки. Перелет, гостишка, тусовочка и возможность задать вопрос герою за наш счет. Старый, ты Колю не видел? Ты любил школу? Ну, я вообще скажу, что, на мой взгляд, данная школа, она какая-то инкубаторская. Почему? Ну, ты посмотри, это вообще... Ну, блин, безопасность, чувак. Забором все обносит. Ладно, расскажи историю своей жизни, значит. Я когда-то устроился работать в школу. Учительным по музыке. Работал я там где-то в месяц, наверное, как максимум. И вот, и мой кабинет выходил сюда. У меня там, честно говоря, не было такого супер дисциплины. И там, как бы, некоторые ученики там уже повзрослевших выдавали просто, как бы, такие песнопения. Один парень решил выйти в окно. Выпрыгнуть? Да, да, да. Первый этаж. Это был последний урок музыки, как бы, он уже так торопился домой. Директор все увидел, а она, как бы, напротив. Пришла и сказала, Сережа, что это такое? Учитель, это надо по музыке, берегите, пожалуйста. А он у нас один? Да, да, да. А когда будет следующий, неизвестно. Да, и в действительности, когда я уходил, они сказали, ё-моё, почему ты уходишь? Я, как бы, был не совсем опытным в этом вопросе. И я, там, выкручивался, как он мог, там, играл на пианино, там, играл на трубе сразу, вот. Но, в принципе, что-то получалось, и некоторые, наоборот, ко мне были прям очень душевные и тепло относились. Ко мне приходило, там, пару ребят, которые говорят, мы хотим тоже научиться играть музыки. Я говорил, там, Миша, всё будет. А они знали, что ты музыкант Антоха МС или тогда ещё этого не было? Я позиционировал себя, как трубач. Я всё время ходил по району тоже с кофром, и меня воспринимали, как киллер. Киллер. А у тебя, наверное, по-любому был опыт игры на улицах? Ты был уличным музыкантом? Да, я играл очень довольно-таки часто на улицах и в Москве, и не в Москве, где угодно. То есть ты играл и кто-то собирал деньги? Конечно. И сколько удавалось собрать? Да не могу сказать, что много, копейки. Когда я играл, например, на улице, у меня была история, я накопил на метроном. О, прикольно. И он мне довольно-таки помог. Я потом, когда выходил играть в какие-то там тоже места, я включал этот метроном. И он играл, и как бы мне помогал ввести как бы темп. А чего играл? Да научу играл. Какие-то джазовые стандарты играл. Жил, забыл, Черный Кот. За углом? Да. Куда без нее? Вот. Москва занята Локола. А менты гоняли? Как-то раз я с магнитофоном вышел. Есть у нас такой переход в Москве, по-моему, на Павелецке. Такой длинный, длинный, длинный. Идешь, 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 идешь. И там в конце все время стоит какой-нибудь музыкант. Было свободное место. А у меня такой магнитофон был громкий. В смысле, вот именно такой бумбокс, да? Который встался на плечах? Мне кажется, что я переборщил как бы с децибелами. И там задал такую, можно сказать, вообще дискотеку. И пришел ко мне милиционер и сказал, что, дорогой и уважаемый. Хотя это было совершенно по-другому, скажу честно. Я не буду впадать в подробности, как он это объяснил. Вот. Но я сказал, что, конечно, ухаживаю. Я все понимаю. Всем пока. Слушай, у меня может быть какой-то очень фанатский вопрос. И на почве чего вы пересеклись с Михаилом Краснодеревщиком. Потому что он такой жесткий рэпер. Ты такой музыкант из училища с трубой. Что вообще вас объединяло? Мой брат с ним был знаком. И когда-то я написал музыкальную какую-то черновую форму. И брат сказал, слушай, давай я Миша покажу. А у Миша на тот момент тоже было какое-то оборудование, знание о том, что, как, чего делать. И Миша тоже оценил то, что я играю на трубе. И в некоторых композициях как бы одобрил мое участие в записи. И даже была история такая, что когда-то давным-давно, когда я там познавал уроки брейк-данса, возникла идея танцора на одном из выступлений КД. И мне тогда было где-то лет 11, там, ну, совсем молодой. И Миша выступал. На охотном ряду был какой-то супер крутой клуб. Такой мелкий. И вот я там под Мишиной композицией пару-две там крутился там. Обычно пишут там, не знаю, Саня лох, Цой жив, а тут теорема Синусов. Да, интересно. Ты скажи вообще, да? Это тоже ты писал, да? Нет, это писала моя сестра Вероника. Интересно. А это моя комната, да, здесь живу я. Так, могу вам предложить мне даже попить чай, если это возможно. Здорово было. То есть ты чай кибетишь в самоваре? Да, все верно. Почему не в чайнике? Он мне достался от родственников, от родителей. Они его как бы забраковали, выложили на балкон. У меня возникла идея в том, что классно было пить чай, не выходя из комнаты. А ты по-прежнему сейчас 4 часа в день занимаешься минимум на трубе? Нет. Нет. Я минут 30. Час. Раньше не была программа, теперь я нет. Из последнего, что я сделал, это ведь я разобрал пионер. Что-что? Ну, конечно, тяжело к этому подходил, но я не мог представить, как его... А почему ты разобрал его? Место много занимало? Ну, потому что я как бы стал меньше играть первое, да. Больше стало места занимать и не хватает, чтобы, к примеру, мы с Марьяной приехали все вдвоем, могли как будто тут находиться с вещами. Я так понимаю, что у вас была большая семья, и вашим, твоим домом в детстве это была 4-комнатная квартира, где вы всей большой семьей вместе и жили. Три парня жило в одной комнате, две сестры жили в другой комнате, одна комната была, гостиная для гостей, и мать с отцом, все. Твои братья и сестры, они, как я понимаю, тоже занимались музыкой или до сих пор даже занимаются? Старшая сестра Алена, по-моему, играла на пианино, старшая сестра Женя играла на реалончели, старший брат Саша играл на тромбоне, Андрей самостоятельно обучался компьютерному программированию, но какого-то музыкального инструмента в качестве там образовательного ухода не принял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хоп! Ничего страшного, да? Ну, я думаю, что... Конечно, нет. Кажется, придет пёс слижет. Вот, а вот, я тебе смотри, убежит у нас с тобой. Я тебе смотри, Антон, смотри. Да, да, я смотрю, отлично. Топ-топ-топ. Не-не-не. Ой-ой-ой. Ну, все. Сейчас будь не целый, подожди. Да ладно, ничего страшного. Ставь опять, ставь, я тебе еще добавлю. В блюдо нальешь, накрошишь хлеба, будешь ложкой хлебать, знаешь как. Ого. Давай немножко добавлю. Да нет, достаточно. Все в порядке. Вот, возьмите, пожалуйста, 150 рублей наше. Родина, красная смородина, где растешь чудесница, раз что я мываешься. Родина, красная смородина. Дом у меня непростой. Состоит из двух частей. Боже мой. Так. Вот, вот это основная, где там все живут, а это вторая. Но самое, как бы, здесь суровое в том, что, как бы, оно проваливается. Но фишка в том, что, как бы, под этими досками должны быть еще какие-то, как бы, столбцы, но их нету. Вот, здесь была наша стена, и я эту стену разобрал. И у меня сразу родился проект. Представляете, парни. Я возьму лом, сниму один доску, потом вторую доску, а потом займусь как раз-таки этими столбцами. И подниму этот пол, и у меня станет ровно. Самая лютая история в деревнях и вообще на дачах – это пластмасс. Пластмасс очень много собирается. Вот видите, у меня уже небольшая коллекция. Я считаю, что задача каждого человека образованного к 11 классам – научиться перерабатывать самостоятельным образом пластмасс. Мне кажется, что это классный проект. Из пластмасса можно делать какие-то полезные вещи. Давай расскажем, как это делать. Кофры для фотоаппаратов. Так. Кофры для ножей. Так. Кофры для сережек. Кофры для колес. А помимо кофра можно что-то делать? Мне кажется, что кофры – это самый лучший вариант пластмасса. Инструментов у меня здесь не особо много. Самые классические. Вот у меня есть единственный клевый инструмент. Трезубец Посейдона? Вот это как бы ноу-хау. Видишь, он как бы работает. Ты можешь сюда поставить другую, к примеру, обычные… Что обычно? Грабли. А это, к примеру, видишь, для того, чтобы… Реально похоже на трезубец. Трезубец где-нибудь в русалочке. Батя русалочки, он бы сказал, я вас всех испепелю своим трезубцем. И все рыбы ему повернуются, акулы расплываются, и он победитель. Ну ты, Вася, тритон, конечно. На этом велике я сделал довольно-таки большой маршрут. У меня даже был как-то путь Сергия в посад. Он очень хорошо, как бы такой круизерный составляющий, хорошо держит накат. И я на нем вообще там тапливал. И вот как бы тут еще, видите, классическая такая сидушка. Олдскульный велосипед. Единственное, что думаю, что в один прекрасный момент это крыша. Вот видите, там дыры уже. И здесь столбцы. В прекрасный момент может рухнуть. Можно тут просто ребят, да? Вот. И каждый раз, когда я приезжаю, все время думаю, ну что же, рухнула там крыша или нет. Но последний раз я снял шифер и как-то ее облегчил. Так что, если упадет... То упадет. Вот. Шифер забирать не придется, он уже собран. Смотри, Антон, твой последний альбом называется «Советы для молодоженов». Да. Я его послушал, не нашел ни одного совета для молодоженов. Может быть, ты сейчас нам вот дашь, нам с Васей, как людям, которые однажды женятся, дашь советы для молодоженов? Наверное, на мой взгляд, главный совет – учиться, приобретать некие знания, навыки, опыты. Что я могу сказать про Мальяна? Самое, что я знаю, замечательное. К примеру, есть такие девушки, которые говорят, типа, Вася, не будем переходить на личность, там, подлец, там, каждый день у нас затянувшийся ремонт, там, постоянно там что-то. А я постоянно что-то подпиливаю, подбиваю, и меня радует, что Мальяна не говорит мне такого типа «Антоха, достал сверлить». Она, как бы, это все время воспринимает максимально, как бы, с пониманием. Цитата из другого интервью. Мы с Мальяной познакомились на «Вписке». Поскольку наше шоу называется «Вписка», мы не могли об этом не спросить. Ну, как бы, молодежная «Вписка», где собирается, там, определенное количество парней, определенное количество девчонок. Кто-то там чай гоняет, кто-то там в компьютере залипает. Вот. Ну, и на тот момент я с Мальяной также и познакомился. «Антоха Эмси» — это романтичный парень или ты, там, на свидание ходил в мастерскую? О-о-о, ничего себе. Не, мне была классная история. На «Снегогате» мы катались с Мальяной. Вот. И самое главное, что там со второй, как бы, поездки Мальяна там приземелилась как-то неудачно на попу. Вот. И все, как бы, катание завершилось. Вот. Ну, вот, к примеру, как бы, да, вот скажу, что романтичные. На роликах мы тоже катались. Я, наверное, больше активный такой, спортивный. Я очень люблю активную форму жизни. И, на мой взгляд, общение с помощью спорта — это очень здорово. То есть у тебя ролики, самокат, скейтборд, велик? А у вас не так? Ну, плюс-минус. Я вот, допустим, очень плохо катаюсь на скейте. У меня лонгборд, гироскутер, машина. Не, ну, просто я скажу, что колеса — это хорошая, как бы, дополнительная составляющая в жизни. И в нужный момент, когда торопишься, ты можешь с любой момент ссать либо на доску, либо на ролики и докатиться до метроболитена там за три секунды. Ты крутой скейтбордист? Я скажу, что скейтбординг на сегодняшний день как-то плохо как бы задается, а именно, как бы, не хватает площадок для катания. И я вот последний раз так навернулся, ребят, что я что-то как-то понял, что крутым скейтбордистом быть вообще не круто. Вот. И там как бы отплясывал на концерте там с хромой ногой за счет того, что просто там хотел прыгнуть, понимаешь ли. Трюк умею, умею прыгать, умею вращать доску все какими-то там самыми лентарными способами. Довольно себя уверенно чувствую на этом четырехколесном средстве передвижения. В кои-то веке у нас наконец-то настоящая вписка, то есть мы приехали в дом и сегодня здесь останемся на ночь. Чаепитие, самовар, настоящая печь, пасторальные пейзажи, балалайка, изба из настоящей древесины и хедлайнер нашего сегодняшней вписки Антоха МС. Посмотрим, как переночуют парни. Как будто мы снимаем программу «Пока все дома», да? Пришли, попили чайку. Доброе утро. В эфире программа «Пока все дома». Антон, ты смотрел в детстве программу «Пока все дома»? Нет, я смотрел другие программы «Позвоните Кузе». Вот, позвоните Кузе. Нет, это была вообще серьезная программа на мозге, это был вообще прорыв. Компьютерная игра. Так. Которая идет по телевизору и в которой ты можешь производить действия, за которыми будет леет вся страна. А действия ты будешь делать через обычный телефон, стационарный, представляешь? И ты жмешь три, пять, два, и он прыгает, скотчет, бегает, прыгает, знаешь? Я ни за что не поверю в то, что Борис никогда раньше не бывал в горах. Внимание, кнопка три. Ты дал мне отличный шанс. Спасибо. Кузя там был такой вообще. Крутой чувак, да? Нет, волосатый, подлатый. Да, и какой-то вообще абориген. Мне кажется, что в деревне вообще в любом доме музыка инструмент хорошая составляющая. Это правда. Уюта. Антон, ты писал здесь музыку? Ну, бывал, да, писал музыку. Какие песни написал ты вот здесь, в этой деревне? Зарядка песни написана. Ага. Весело веселье, если у вас сегодня нет настроения. Нет настроения. Вот, вот эта песня написала здесь. Весело веселье, если у вас сегодня нет настроения. Я уже перешел на новую зарядку. У меня уже какой-то там спортивные, физические задействия. На турничок, да? На турничок. Ну, тут же турничка нет. Вот. Или тут есть его потерять? У меня нет, но я занимаюсь. У меня есть гиря. Я копал гиря. У тебя здесь гиря. Да, представляешь, копал землю. Так. Ну и когда... Серьезно? Подожди. Ты копал землю и наткнулся на гирю? Да, 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 да. Так. Опа. Черепашка ожила. Спасибо. Так. Она сейчас тебя не укусит? Нет. Черепашки, кстати, зовут ее Йода. Вот. Требует массы внимания, ухода. Вот. Вот видите, приехал с нами в деревню. На мой взгляд, это серьезный, как бы, был проделан ей ход. Ей необходимо определенное количество кальция, солнечного света. Вот. Вот. Господи, это так мило. Вот. Так что вот такие вот дела. Ее нужно кормить определенными продуктами. Уход. Вот это... А чем ее кормить-то? Кабачками и салатом. Эта история в том, что мы, нам она досталась. Ага. И, как бы, хозяева не знали даже, сколько ей лет. И потом мы отвели ее в ветеринар. Ветеринар говоришь, знаете, сколько ей лет? Серьезно? Двенадцать. Мы такие, ничего себе. Как бы? На мой взгляд, как бы, ну, красивое животное очень. Изумруд, как бы, такой прям. Видишь, это настолько магическое, как бы. Вот это. Посмотри, как она. Понимаешь, это, как бы, электрик буги. Ага. Волна. Но только, как бы, в мастерском, как бы, исполнении. Так что, вот такой вот у нас вот зверек. Был раньше у нас Пашок. Пашок? Мышоный. Что сделал? Почил? Да, Пашок. Все, отжил свои года. К сожалению. Да, была история, я как-то с ним видел в Воронежку. А, нет. В Вологду. На концерт? Да, Марина сказала, Антон, не убрался? А я убираться не буду. Забирай. Я сказал, ну, что ж, Маряша, у меня там поезд через два часа. Заберем. Сопроводница такая. Это что такое? Зверек? Типа, паспорт. А у нас сапожка паспорта нету. Ну, вот. И это, говорит, идите к главному по вагону. Ну, говорит, вы в коробку положите и подальше уберите. И ничего не говорите. Вот. И мы ехали без литого пашка. Мы это все хорошо восприняли. И организаторы не сказали, ну, Антоха, у вас МСИ чума. Вот. Нет, наоборот, сказать, что прикольно. Как бы, ладно, что ж. Понимаем. Антон, ты сейчас вообще не употребляешь алкоголь? Сейчас нет. А раньше употреблял? Да. Когда ты решил, что тебе это нафиг не нужно? Моя, как бы, история с алкоголем просто, я понял, что, как бы, здравое представление о жизни и понимание, что за сегодняшний день, за завтрашний день, за целый год ты можешь как-то измениться, чему-то научиться что-то приобрести. Это прекрасный, как бы, мотив для данной формы жизни. И тем самым, как бы, когда я сталкивался с алкоголем, то я всегда в печали, если понимаю, что, как бы, это все именно прорастает от того, что нет порядка в будущем дне. Как давно ты уже не пьешь? Ну, смотря, что вы имеете в виду, как бы, напиваться, регулярно, не употребляешь алкоголем? Ну, наверное, лет пять, наверное, шесть. Конечно, на день рождения бывало, могу выпить там вина, но в большей степени, состояние, которое приобретает этого всего дела, я просто думаю, фига. Что? А может, ты четко не понимаешь, что происходит? Пошел на кухню, а зачем пошел, не помнишь? Как это? Это как, посуду моешь, чашки нету, раздолбал, уронилась. Как так? Как бы, концентрация внимания сразу теряется и тем самым, как бы, курьез. Ребята побывали в нашем деревенском доме, а теперь мы их возвращаем обратно в город Москву. Перед тем, как ехать, они доехать должны до пункта отправления, который находится в городе Углич. Едем мы на джете, как и оттуда, так и туда. В общем, джету проверили, вроде все в порядке. Колеса накачаны, обошлись со всех сторон. Антоха МС – это быстрый гонщик? Нет, не быстрый, спокойный, автолюбитель. Средняя скорость передвижения Антохи МС по городу? 60 км в час. А, средняя. Мне кажется, средняя – это 45-50. О, провода! О, гори, гори ясно! О, провода! О, гори, гори ясно! Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, другой белый, два веселых гуся. Парни, вы как бы еще поете сразу такие веселенькие, жили. А можно какой-нибудь настроить по-другому? Не, ну как будто жили у бабуси в такой роковой такой форме. Один серый, другой белый, мыли в луже лапки. Ой, кричит бабуся, ой, украли гуся. Один серый, другой белый, украли бабуся. Я как-то приехал в улич, и у меня был рюкзак с палаткой и спальником, ну и со всей этой ботвой. Ну и как бы автобус только на следующий день утром, там 6 утра. Я такой думаю, класс, поставлю палатку где-нибудь здесь. Я вот поставил там, где-то совсем здесь, на бережочке. Конечно, все было бы классно, но только единственный момент, каждый час бил. Да, наверное, не один. Я не могу сказать. Нет, там просто и все. Ну классно. Поспал. Не, не могу сказать, что вот так вот. Я поспал отлично вообще. Ну вот открывается некая часть Волги, на мой взгляд, это красиво, классно. Она по-своему действительно какая-то магическая река. Давайте туда еще. Слушай, хочется еще рассказать про Волгу. Давай, конечно. На мой взгляд, конечно, герои, это те, которые отсюда до туда. Лай. Класс? Ну да, классно было бы. Класс. Не, ну я взял бы акваланг и поплыл бы. Ты же общаешься, наверное, с молодыми людьми, со школьниками, со студентами первых курсов. Что тебе в них нравится, а что нет? На мой взгляд, главная составляющая для молодежи и вообще для будущего – это литература. Нравится молодежь, которая читает книги и которая действительно как-то сама начинает понимать те или иные мотивы. И тем самым очень интересно подходит к жизни. Три книги от Антохи МС, которые должен прочитать каждый молодой человек. Ну, одна из моих любимых, которые я там прочитал и прочитали многие и сказали – клево. Значит, Вербер, не знаю такой, откуда родом этот писатель. Империя ангелов, по-моему, называется книга. Запиши. Вот. Если вы не читали, то прочитайте. Я не могу сказать, что это как бы супер какая-то для меня было там много открывающих элементов книга. Но она интересная и действительно классная. И когда я ее прочитал, она мне действительно понравилась и сказали – о, хит. Антон, смотри, мы разобрались с молодежью, поняли, что нужно читать книги. А расскажи, пожалуйста, нравится ли тебе современный русский рэп? Так, нравится ли мне современный русский рэп? Да нет, я скажу, что… Не нравится? Нет, нет, не нравится. Просто это настолько стало примитивно, что как бы очень большое количество людей становится как бы рэперами. И в большей степени как бы все данные исполнители не образованы, не учились никакой музыкальной школе, не владеют никаким музыкальным инструментом. Чисто просто читают. Просто хочется таких людей, музыкантов, с которыми ты, можно сказать, всю жизнь свою как бы проведешь. Вот тебе нравится он как бы, и тебе нравится от начала до конца его как бы пусть, и ты ему доверяешь. На мой взгляд, хотелось бы, чтобы все-таки музыка была такой деталью жизни не технической, как, например, математика, физика, где-то ты знаешь, законы ома. А чтобы это было все-таки от души, даже все вот эти нюансы, которые я говорю, там, подача, они действительно рождались от сердца. Ну что, ребята, мы просто не могли уйти от Антохи МС без подарочка для вас. И подарочек этот просто великолепный. Фирменная полка. И с фирменным значком, между прочим. Можно поставить на нее любимые, не знаю, диски, книги. Что хотите, это приятный и ценный подарок для всей семьи. Чтобы эта замечательная полка отправилась в ваш город, вы должны проявить немножко сообразительности, а именно написать стихотворение из четырех строчек, в котором будут три слова. Антоха МС, полочка, вписка. Автору самых талантливых строк мы отправим вот этот замечательный презент. Новому Есенину, новому Бродскому, новому Пушкину. Класс, парни. Ну что же, полочка от нас к самому творческому и интересному достанется. Это была вписка с Антоха МС. И нас забросило в село Добросилово. А потом мы поехали в Углич. Красиво, красиво было. Смотрели реку Волгу, древние монастыри 15 века и прочие местные красоты. Вася, Коля, Антон, МС. Друзья, обязательно будьте добрее. Обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что там выходят новые серии. Это, знаешь, как звучало? Типа, если вот вы не подпишетесь на канал, то вы добрее не будете. Это совершенно правда. Хорошо. На нашем канале выходят новые серии. Подписывайтесь, чтобы их не пропускать и вовремя смотрите каждую. Смотрите, телеграм, инстаграм. Мы дропаем ваши фотки. Так что всем привет. Надеюсь, что парни дают до города. На этой прекрасной ночи мы прощаемся с вами. Всем всего хорошего. Пока. Бьется хорошо. Да, да, прям, прям хорошо. Два. А сколько было всего? Три. Нет. Четыре. Нет. 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 Продолжение следует...